Ну что ж, друзья поляцы, а теперь уже и украинцы понимают на тиле польский язык, что и часами жартуют моем, что другой паинствовый язык чтобы уже не бавим польский проводить в Украине. Ну, или я понимаю, что существуют на очень трудные справы политические, социальные, публичные очень обычные и простые тлмочения и выяснения над теми справами. Ну, например, такие справы, как Жесть Волыньская, такие справы, как были войны, были то. То, что случилось между паинствами, а что значит между паинствами? То между кем? Ну, вообще же между людьми. Тих паинств. Круче. Например, что сделали украинцы французам? Ничего не сделали. Что сделали французы украинцам? Те же ничего не сделали. Какой-то забойца, маньяк, террориста. Могу говорить о политике, то то, что будет означать? Что он какой-то там, этот большой политик, и надо его выпустить из этого вензения и т.ле. Или как Зеленский, которому вважило т.ле людности украинской. Теперь выпустил маньяков, забойц, террористов. Где-то забойц из вензения? Ну, сенс в том, что ничего не сделали ни французы, ни украинцы французам, ни влохам, тем партия. Но, когда Макрон начинает вылезать дупы Пучину, то и когда у него, потом у этого Макрона в стране, у французов, не у Макрона, какая-то, пердолья. Сдажаемся, какие-то теракты, а украинцы думают, ну, будь, будь кто. Украинцы, например, думают, что, курды, знаете, что Макрон как делает с этим, с Пучином? Он просто там о справедливе, о беле, там войны, там терроризм в Украине, а то, что там у него случилось во Франции, теракты, то, ну, то такая кара. Ну, то, по-принаймне, так менько, менько, так, могут быть более острым, и трвить, пить над тем всем, над теми людьми, обычными, в ничем, невинными. А в Волошах, ну, право то самое, курды, человек уродился там в Волошах, украинец, правдивый крюль украинский, либо приехал там в джечинстве, и когда уже бизнес свой имел, форсы имел, и когда услышал, что тут в Украине война, он забрал маматки свою и до Украины борчать в добровольчем, охотничьем батальоне Азов, пронационалистичном борче, алекторой любят поляков, и того, чего, а потом там приехал до тех террористов, сепаратистов на Донбасс, до оккупантов, какой-то путиновский швир, который назвал себе, либо то дженникаш. За влог, через влог, паскуда, гнида, падла, падлина, доброе, приехал на этот Донбасс, чтобы проводить против украинского государства северного, так бы, например, и до Польски, кокуповать. Войны, чтобы там проводить. И в тамном месте, в тамном районе стационировалась объема Азов. И приближно, наиле я разумел, был там забил террорист, гебельсовский террорист, нибы то дженникаш от Зевлог, который приехал, а кто-то там эксплодовал, какой-то морщин. И он там, не скажем, сдохнул, но умрел. Забили его. Той морщин. И когда потом возвращал этого до Влога, когда Порошенко начал чистить, расформировать там эти батальоны, он возвращал до Влога, и там та джибка Берлосконьего, сейчас страшнейшим мужем, какие-то сэнди, ну, właśnie, прикопленные, коррупционные сэнди, такие самые, как Тулей, такие Влогские Тулей, курды, всадил, дал, либо дыхи, либо 15, либо 2 дыхи лет, я уже не помню, там, миша, миша, дыхи, за то, жекоме преступство, что, нибы, тэн, богатер украинец, Азов, то, тэн, тэн, батальон, то навэт не правый сектор, там же бардель, бардель, который высшедл з Майдана и подзелялся на кілька наше частей, бо то оброна, сама оброна Майдана была и то олигархи трохи его подзелили, в том смысле, же згарнули часть доводства, доводства до себе и там зачался бардак, а че решта хлопаки опацы бывали люб застрелены и люб застрелены винжения и так то бардак с этим и пошел, а золота не, то тэш там были на Майдане, ультрас, але доводства там иное, от Анджея Белецкого, который походжи с Харкова, уродзоный в Харкове, то сом засшит, тэш файна жучь, и там сом дисциплина вагули, ну, не вагули не така, а инна, и там нет бардака, а тэн курды влоски жон кое роби? Он обвиня Азов, обвиня тэго богатэра украинского, добровольчего, 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 охотничьих батальон, забудьцы, нибэй, то жекомого джинникарза, але так на правде то жадный не джинникарз, не джинникарз, то джинникарз, гэбэльцовский, польцы, польцы за часы окупации, разуме, знай на тем же они распели Езуса Христуса, бога нашего всехмогонцего. Навэт, гдэ они и не вяжыли в Него, Езуса, же он был Бог. Навэт, гдэ, ну, им на то наплюч, но они узнаем и сами о tym мувям, ортодоксийне жызе, они вызнаем, что знаем, же Езус Христус nic не зробил злого. Он лечил лючичи, которые так мувям, не узнаем, что это Бог. Ну, не узнаем, не узнаем, это их право, но он ничего злого не забил, чтобы его забить, как то сделали жызи. А кто керовал жызами? Рабины! Влашны, ну, рабинами жызи керовали, что были, то значит, что рабинами были жонзоны жызи, скерованы. И через рабинов был забит Езус Христус. Для такого пытанка, что люди не маям свой мозг, своего мозга, не маям. И тогда через то, что они не маям своего мозга, целая нация остается збродниче напятована. Целая нация остается напятована. През что? През тех рабинов, макрона, проза макрона, макрона, проза проза Пучина, проза Есть очень много простых, обычных логик, которая так скрирована и так, которая так уже не будет, так, только так, просто. Такие есть выяснения этих исторических выдаций. Для этого то мы говорим, чтобы люди наконец-то начали понимать своим головой. Они были спроводзаны и нашуты через политиков, через идеологов тоже. Бо нормальных, нормальных хрещуянцы, идеологи, идеологи, они не нашуют народ, свой народ хрещуянский на другой хрещуянский. Жадный випадок. Это значит что, что справа злых падлин, паскуд, доводцев, приводцев нашулачь через свою погарду, чтобы задоволнить этот комплекс непевновартости. Бо он завсё прагне сатанинскего, злого развязания для нации и пролива крови. Тен сатанизм у этих паскуд политиков завсё прагне, чтобы выляла с чем кровь. А он, тен, доводца-приводца, был супервелким. А тен доводца, злый, приводца, он прагне, чтобы выезжать в историю, до истории, как збродняш, как кровавый диктатур. Чтобы его бали, чтобы ему поклонялись перед ним. Покорности все были. То он прагне. Он то прагне. А где люди... Выходят, мы говорим, что слушай, выноха, спердали, ты игиота лечишься. Так поведели бы этому диктатуру кровавому, который спровадал этих людей на саморезь. На, 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 приятнее, между крестьянами. А тогда выходит, когда уже по рожде, уже стали страшные вещи людобойства этого человека, то кто в этом винен? И люди тоже. Потому что они, через то, что были насчуты, через духа злого, через злого шатана, то они еще сами поверли себя на это. И начали, начали страшные вещи, чтобы делать против своей людности. Чинайфер, бо своя людность, когда начинает война, либо жесть с ином людностью, то она отшимует потом в ответ том самым жесть, том самым войны, том самым решта злых rzeczy. Так выходит, что этот не взбогацащийся, этот игиота приводится. И люди тоже не взбогацащийся от этого, потому что через ответ, что он такой бег кровавый выходит на то. Так я говорю, когда и Рабины, и Макроны, и Берлускони, и его мастерцы, и были иные какие-то живутцы, спроводзаем людей, ну, приятные, ну, о крестьянных муве, робец крестьян, сунитов, шиитов, ну, то просто люди маем, повинны не ищут за своим культуром, что мы, наша культура, наилепший там наш костел, либо наша церковь, наилепший, а решта то, а ранутаны и решта. А то просто, ну, противставят чему, против того диктатора, либо бончкого, того, который их спроводзает на латвизну, ну, латва кровь, латвое подбитие иных народов, с того выникают потом великие жежи для тех самых народов, которые начали то паскудство. Русы, поляцы, не буду уже десятки раз повторять то, одно, то само, в кулку по кульканащим разам. Мышля, на тыле сразумела жечь, ну, чтобы это не сразуме, то чтобы, ну, на правде быть ослым, люб идиотом. Так то, шисто, выглянда. И так, то есть так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok